МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на государственном телеканале Западной Армении. Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Миграцию птиц в Западной Армении засняли камеры. Наша политическая задача – переход к модели высокого экономического роста Никол Пашиня. В Турции в Джавахе хотят остановить и русские США. Сирийская армия находится в трех километрах от турецкой границы. Трамп уверяет, что США уничтожили главаря ИГИЛ Абубакра Аль-Багдади. В Метанадаране завершены пятые юбилейные чтения, посвященные прикору нарекации. Западная Армения – одна из немногих стран в мире, где многие виды птиц остаются на зимовку. Этот вид журавля является наиболее распространенным видом на земле после канадского журавля. Количество журавлей в Западной Армении зимой составляет около трех тысяч. Десятки тысяч журавлей два раза в год, пролетая над Западной Арменией, останавливаются в специальных местах, чтобы отдохнуть, питаться и собрать энергию. Журавль считается одним из символов Западной Армении. Правительство Армении в период с 2020 по 2022 годы надеется достичь 7,8-9% экономического роста. Как передает Армен Пресс, об этом на обсуждении проекта господжета на 2020 год заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В программе среднесрочных расходов, принятой в этом году, мы констатировали, что наша политическая задача зафиксировать и перейти к модели высокого экономического роста. Эта модель, по сути, зафиксирована на период с 2020 по 2022 годы. В сегменте экономического роста мы надеемся достичь в 7,8-9% роста. Честно говоря, учитывая также и те настроения, которые сегодня есть в нашей экономике, я это считаю вполне реалистичным, отметил премьер-министр. Никол Пашинян считает, что сегодня экономическая революция в Республике Армении набирает обороты. Это реальность, и эту революцию можно увидеть уже невооруженным глазом. Издание «Грапорак» опубликовало статью журналистки Анужда Штенц о возможном размещении военной базы США в Джаваке. Аналитик фонда «Наследие» Люк Кофи предложил направить возглавляемый США контингент из Сирии в Грузию, особенно в населенные армянами Ахалкиалаки, на территорию бывшей российской военной базы, для того, чтобы быстро реагировать на возможную реорганизацию террористической группировки «Исламское государство». Эдуард Айвазян, директор медиа-аналитического центра «Самцхеджа» в Ахете, отметил, что это предложение вызвало бурные дебаты среди грузинских аналитиков и политиков. Он лично считает, что предложение будет принято рано или поздно. По его словам, и Россия, и США хотят помешать Турции выйти из своих берегов и восстановить свою бывшую империю. По его словам, также турки очень агрессивны, и поэтому, несмотря на то, что они являются членами НАТО и союзниками России, все пытаются сдерживать ее агрессивность. Он отмечает, что один из эмиссаров Владимира Путина недавно посетил Ахалцехи с этой целью и основал две грузино-российские организации «Дружбы». Русские также начали очень активно говорить о том, что Батуми хотят тюркизировать и напоминают заявление Эрдогана о том, что Батуми является турецким городом. По его словам, армянское население Джавахка также в целом положительно относится к предложению эксперта фонда The Heritage Foundation Люка Кофи. Эдуард Айвазян говорит, что мы не против присутствия сверхдержав, главное, чтобы сдерживать притязания Турции на Батуми и Джавахка. Полная статья опубликована на сайте издания. Подразделения сирийской армии вошли в воскресенье в четыре поселка на северо-западе провинции Хаски и находятся сейчас в трех километрах от границы с Турцией. Об этом сообщило агентство САНО. По его информации, турецкие войска попытались помешать продвижению сирийских военнослужащих границей и обстреляли их колонну. Бойцы сирийской армии открыли ответный огонь, а последствиях имевшие место перестрелки агентство сведений не приводит. Как передает САНО, правительственные силы вошли в населенные пункты Ум-Хармаля, Баб-эль-Хейр, Ум-Ашба и Эль-Асаде, расположенные к юго-востоку от приграничного города Рас-эль-Айн. В субботу войска заняли еще восемь селений вдоль шоссе Тель-Тамер-Рас-эль-Айн. Американские военные в ходе спецопераций на северо-западе Сирии ликвидировали главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу-Бакра Аль-Багдади. С таким утверждением выступил в воскресенье президент США Дональд Трамп. Международная общественность с воодушевлением встретила новость о ликвидации боевика. Однако представители ряда стран отметили, что его уничтожение не следует воспринимать как победу над ИГИЛ, передает ТАСС. Абу-Бакр Аль-Багдади мертв. Он был основателем и главарем ИГИЛ, самой жестокой и безжалостной террористической организации во всем мире, заявил Трамп, наступая с Белого дома с телеобращением к согражданам. Как утверждает Трамп, вычислить примерное местонахождение террориста удалось пару недель назад, после чего американские военные пристально следили за его передвижением. Военнослужащие прибыли к месту на восьми вертолетах, ворвались в комплекс и начали его зачистку. В результате, как заверил Трамп, все находившиеся с главарем ИГИЛ, сообщники либо сдались, либо были уничтожены на месте. Там же были 11 детей, они не пострадали. На этой неделе в Матен-Адаране именеме Сропа Маштоца были завершены пятые юбилейные чтения, посвященные Грекору Нарайкаци, которые были задуманы и в свое время были инициированы Грачоэтом Розяном, покойным директором Матен-Адарана. Нынешний директор Матен-Адарана Вантер Геландиан отметил, что эти пять лет этих чтений и во время международных конференций, проводимых здесь, прозвучали не только замечательные лекции, но и были презентованы новые книги о работах Нарайкаци, не только на армянском. На этой конференции научными кругами была представлена редкая рукопись 1308 года, скопированная в монастыре Мецопа и принадлежащая Перу Нарайкаци. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Корунг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.